Здравствуйте, дорогие друзья, на связи GrimOptimist. И сегодня у нас уже получается вторая попытка подвести итоги конструкторского бюро в мире танков. К сожалению, в первый раз это сделать не получилось по техническим причинам. Разработчики там что-то не смогли и по итогу акцию перенесли на сегодняшний день. Я специально встал с утра пораньше, чтобы посмотреть, как все это пройдет. И знаете, когда я только-только зашел, собственно говоря, в клиент игры, я первое, на что обратил внимание, это довольно низкий онлайн. То есть порядка 70 тысяч. И это меня натолкнуло на мысль, что многие игроки просто забили на эту акцию. Просто потому, что в первый раз не получилось. Они подумали, что, наверное, опять что-то случится и зачем вставать, короче. Просто многие, как говорится, отлетели еще до старта события. И это понятно, потому что люди не любят тратить свое время впустую. Но, благо, на этот раз обошлось и акция прошла успешно. Если можно вообще так сказать. Сейчас мы с вами разберемся, что произошло, почему и, собственно говоря, какие можно из этого сделать выводы. А также еще обсудим несколько интересных новостей мира танков. И я хотел бы, дорогие друзья, попросить вас поддержать этот ролик лайком. Потому что я постарался выпустить его как можно быстрее, чтобы вы получили актуальную информацию. Вообще знали, стоит ли сейчас там что-то заморачиваться, быстрее с работы уходить. Или там, как некоторые, через удаленный рабочий стол. Может быть, у кого-то там что-то не получилось. Кто-то боится, что что-то там может ему не хватить. В общем, чтобы вы все это знали, я решил выпустить ролик как можно-можно раньше. И очень надеюсь, повторюсь, что вы меня в этом поддержите. А вообще, я думаю, каждый танкист сталкивался с тем, что игра со временем надоедает и хочется как-то отвлечься. Вот я, например, в такой ситуации люблю смотреть турниры по ММА и некоторым другим единоборствам. Если вы тоже любите профессиональный спорт, то должны знать, как получать гораздо больше фана при просмотре ваших любимых турниров и матчей. Тут мне нравится Лион, ведь у них высокие коэффициенты на все существующие спортивные события. Это добавляет просмотру эмоций и болеть за любимого спортсмена становится намного интереснее. Лион также известен своими крутыми и насыщенными слотами от лучших мировых провайдеров. Их настолько много, что аж глаза разбегаются. И разобраться во всем этом, если мало ли что-то непонятно, вам всегда поможет поддержка, которая работает в любое время дня и ночи. У Лиона очень быстрые транзакции, так как он поддерживает все самые распространенные платежные системы, такие как Visa, MasterCard и многие другие. И что самое приятное, для всех моих зрителей есть крутой бонус от Лион на депозит. Для того, чтобы его забрать, обязательно переходи по ссылочке в закрепленном комментарии. Значит, итак, в рамках этого события я решил провести небольшой эксперимент. А что будет, если вы захотели приобрести машину, при этом вливая не только один или там два вида ресурсов, а максимально выгрести свои запасы, чтобы сэкономить. И как показала практика, сделать это было очень-очень сложно и практически невозможно. Ровно потому, что танк был распродан в уникальном, я подчеркиваю, стиле, примерно за 50, по-моему, 7 секунд. Мне, по крайней мере, так показалось. Говорят, некоторые даже быстрее. Вот, просто, ну, у всех немножко там что-то запаздывает, поэтому точное время назвать тяжело. Но, понимаете, буквально там за 50 секунд успеть влить все виды ресурсов, чертежи и так далее. Ну, это реально просто, ну, очень тяжело. И для этого надо очень быстро все делать, и то не факт, что у вас получится. И, скорее всего, если даже получится, то вы получите танк с номером уже там под самый-самый закат. Вот, но если у вас получилось, кстати, это сделать, то обязательно напишите в комментариях об этом. Потому что мне интересно, вот есть люди, которые получили этот танк не просто влив там голду плюс свободку плюс серу и все, а вот кто реально пытался по максимуму, да, влить вот именно ненужные ресурсы и чтобы вот все вышло. Вот, потому что у меня, например, это сделать не получилось. То есть, может быть, я слишком медленный, но что-то мне подсказывает, повторюсь, что это мало реально. И самое интересное, что после того, как акция, собственно говоря, уже прошла этап танка с уникальным стилем, покупательская способность упала мгновенно в несколько раз просто. То есть, танк по-прежнему, вот на момент записи этого ролика, еще есть в наличии. Их аж целых 46 тысяч штук. И что-то мне подсказывает, что вряд ли их все распродадут. То есть, если у вас, мало ли, есть желание получить танк без стиля, то сделать это будет, скорее всего, не сложно. Я не вижу вот просто такой динамики, чтобы это все сейчас закончилось. То есть, скорее всего, сейчас еще, может быть, тысяч пять-десять разойдется в течение пары часов. И, возможно, еще вечером потом будет небольшая вторая волна, когда люди придут с работы. Те, кто не имел возможности поучаствовать в самом начале, и еще там, может быть, пять-десять, там, пятнадцать тысяч уйдет. Так что спешить уже, по-моему, особо, друзья, некуда. И вот теперь, дорогие друзья, ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Вот, а зачем вообще вот это разделение на, по сути, две вариации этого танка? То есть, со стилем и без него. Но какой в этом вообще смысл? Что мешало этих номерков сделать там не тридцать тысяч, а девяносто? То есть, ну, что-то поменялось бы от этого? Нет. Только те люди, кто не имел возможности заходить игру в первые пятьдесят секунд, или у кого не получилось это по каким-то причинам сделать, а также те люди, кто не хочет тратить голду, либо, повторюсь, какой-то один ресурс, который еще можно успеть там как-то там максимум, может быть, два накидать. Те, кто хотел действительно адекватно, скажем так, расходовать заработанные ресурсы, они в итоге получили, ну, не совсем то, что хотели. И что мешало просто всем дать танк со стилем? Конечно, надо понимать, что ограничение количества танков с уникальным стилем, оно как дополнительный стимул действует. То есть, многие люди просто боятся, говорю, не успеть, и делают необдуманные какие-то шаги, о которых, возможно, потом пожалеют, как это было, кстати, год назад с танком Леон, когда мне очень многие писали, что вот я, значит, влил там практически всю голду, которая у меня была, и получил этот танк, а мне он, например, не понравился, и я считаю, что это было, ну, неправильным решением, типа, я, как бы, не хотел его на самом деле покупать, просто поддался вот этому, знаете, общему такому шухеру, когда все быстрее, быстрее, быстрее что-то пытаются. Буквально вот только что на Вотэкспрессе появилась интересная новость, что вот эта вот ошибка с вложением ресурсов у некоторых игроков, к сожалению, вылезла опять, так как это было несколько дней назад, когда был неудачный старт. И, в частности, вот есть даже люди, кто из-за этого не смог взять танк с уникальным стилем. То есть, они попытались вложить ресурсы, им вылезла ошибка, а когда они попытались сделать это еще раз, то танки были все уже проданы со стилем, и в итоге им досталась машина без него. А, возможно, такая им была уже не нужна. То есть, получается, технические проблемы, к сожалению, все равно остались. Сколько было в процентах таких игроков, мы не знаем, но они точно, дорогие друзья, были. Я вам честно скажу, что если бы все танки были с уникальным стилем, то, во-первых, никуда бы не делись вот эти вот 30 тысяч проданных штук, я уверен, что все равно бы их забрали. И при этом те, кто сейчас не успели это сделать, они бы все равно получили танк со стилем и тоже бы начали расходовать ресурсы, просто делали бы это, ну, чуть поспокойнее, да. И, в принципе, разработчики, мне кажется, ничего бы от этого не потеряли. А сейчас, как бы, ну, мы просто видим, что большинству людей, как бы, танк без стиля особо-то и не нужен. Я, в принципе, свое мнение вам по данной акции уже сказал, что я не считаю нужно тратить такое количество разного рода ресурсов для того, чтобы этот танк заполучить, и уж тем более тратить голду там и что-то самое полезное, чтобы получить его в таком вот крутом, скажем так, визуале. Вы в комментариях прямо сейчас напишите свое мнение. Говорю, забрали ли вы или нет, или будете, может быть, еще думаете. Вот обязательно поделитесь своим мнением, будет очень интересно. И сейчас, друзья, надо ответить на вопрос, который наверняка волнует многих. А что будет с рандомом в ближайшие дни и, возможно, даже недели? Ведь танк, вроде как, заявлен очень мощным, по крайней мере, так многие блогеры говорят. И если их будет в каждом бою там по 8-10 штук, не станет ли это какой-то серьезной проблемой? Кстати, к слову, их уже в бою по 8-10 штук. Здравствуйте. Вот. Но тут надо понимать, что танк, да, действительно, в плане пушки очень-очень неплохой. Но он контрится. Он пробивается и в башню с нормальных орудий, если не под калиберами, конечно, вы стреляете. Он пробивается в корпус. Он, в принципе, контрится спокойно. Его можно выпилить очень быстро. Люди на нем сливаются. Точно так же, как это было год назад на Леоне. Когда, помните, все блогеры просто с пеной у рта вам рассказывали, что Леон это какая-то чудовищная совершенно имба. Самый лучший танк средний 10-го левела. И вообще разорвет просто всех. А потом мы в течение следующих месяцев наблюдали, как ребята сливаются на Леонах с 500 урона или с нулем даже. Такое происходило буквально чуть ли не в каждом бою. И я уверен, что нечто подобное происходит уже сейчас здесь. Потому что машина, несмотря, скажем так, на некоторые плюсы, все-таки не лишена серьезных минусов. И для реализации требуется понимание игры. Надо знать, куда ехать, откуда что там простреливается, где встать грамотно, чтобы вас не сразу же грохнули, как это бывает очень-очень часто. Так что, ребята, я думаю, проблем серьезных, по крайней мере, с Амандомом не будет. Да, в первые дни, когда их будет там по 10 штук, наверное, все-таки это будет не очень приятно. Но я думаю, это уляжется довольно быстро. И будет, ну, что-то похожее на ситуацию с Леоном. А теперь давайте еще обсудим несколько интересных новостей и тем мира танков. Я хочу, чтобы этот ролик был все-таки более насыщенным по информации. Я сейчас все еще, ребят, на больничном, к сожалению. И не могу стримить. Но видосы стараюсь все-таки для вас делать. Так что, надеюсь, ребят, что, повторюсь, вы меня поддержите лайком, там, комментарием. Это очень-очень сильно помогает. Итак, значит, у нас стартанула, ребята, с сегодняшнего дня акция с боевыми задачами ко дню государственного флага России. Я, честно говоря, не помню вообще раньше, были такие ивенты в танках или нет? Год назад. Вот напишите, я, честно говоря, не припомню. Но акция, кстати, не самая плохая, потому что, во-первых, всем на халяву дают день према. То есть для этого нужно просто сыграть один бой в случайных боях и на технике с 4 по 10 левел. И после того, как вы сыграете этот бой, даже если проиграете, вам дадут один день према. Во второй части этого события вам нужно нанести 15 тысяч урона техники противника в случайных боях, также на левелах с 4 по 10, и за это вам дадут декальки, плюс инструкции, плюс вот эти вот марки. По-моему, так они называются. Ну, честно вам скажу, такое себе, но вот третья часть уже поинтереснее. Вам нужно 15 раз попасть в топ-7 по опыту в своей команде. Причем не обязательно подряд, просто 15 раз. Это, в принципе, не так сложно сделать, потому что проигрыши тоже учитываются. Вот, и еще нужно иметь марку из второй части данной задачи. Выполняется все это также на 4-10 левелах, случайных боях, и доступно один раз только на аккаунт. Но в награду вы получите демонтажные наборы, во-первых, 3 штуки. Также получите уникальную раскраску в виде флага России. И получите еще резервы на серебро, которые сейчас довольно ценные. То есть, по сути, если вы, короче, и так играете в танки, то просто гляньте, попробуйте выполнить. Если вы, как бы, ну, просто по каким-то причинам сейчас в танки не играете, то, конечно, ради этого возвращаться, как бы, ну, смысла особого не вижу. Но ивент в целом неплохой. Он не сильно сложный. Награды, ну, не сказать, что прямо крутые, ну, полезно будет. Чуть не забыл сказать, что акция ко дню флага России, она продлится до 26 августа. А еще, кстати, у нас, начиная со вчерашнего дня и вплоть до 24 числа, есть боевые задачи от Кирилла Орешкина, которыми наверняка знают все ветераны игры хорошо. И, значит, есть три части. Первая часть. Нужно за любое количество боев 10 раз попасть в топ-10 по опыту в своей команде. Не обязательно тоже подряд. Вы за это получаете три декали искры из триплексов, три больших огнетушителя, один лишний резерв на 200% копыту экипажа и свободки, и одну марку пробития. Она понадобится для выполнения второй части и третьей также. В принципе, выполняется также там с 4 по 10 левел, один раз на аккаунт и все такое. Честно вам скажу, первая часть, мягко говоря, на награды не очень щедрая, но, может быть, кому-то резервы эти нужны прям сильно. Вторая часть уже, как мне кажется, немножко поинтересней. Вот, хотя нужно нанести за любое количество боев 25 единиц урона, что будет сложно делать, если вы играете на ноу-левеле. Из-за этого получаете три декали полное спокойствие с разбитой клавиатурой. Кстати, прикольно, вот это мне понравилось. Три больших аптечки моих любимых, один резерв на 50% кредитом на один час, вот это уже полезненько, и одну марку, которая понадобится для третьей части. Ну и третья часть, нужно за любое количество боев уничтожить 20 машин противника. В награду получаете 2D-стиль, ослепляющий, и три больших ремки. Честно вам скажу, ну, третья часть могла бы быть и более щедрой на награды, потому что 2D-стили уже не всем нужны, вот, и, может быть, стоило тоже какие-нибудь резервы хотя бы отгрузить. Ну, просто чисто, чтобы те, кому, например, 2D-стили не требуются, они тоже имели хоть какую-то мотивацию все это выполнять. В общем, акции, ну, такие себе, но плохого про них ничего нельзя сказать. В принципе, какая-никакая небольшая халява присутствует, и выполнить, ну, вполне-вполне реально, даже не сильно заморачиваясь. Помните, примерно неделю назад, или, может, чуть больше, я делал ролик о новом PvE-режиме в мире танков от Лесты под названием Polygon? Кстати, кто не смотрел, посмотрите, потому что я там очень подробно разобрал тему PvE, показал, как это было реализовано в других онлайн-играх, откуда вообще все это пошло, и почему PvE на самом деле это очень в перспективе, неплохой режим. Если его нормально сделать, он может привлекать даже новых игроков в проект. Это реально и есть тому, ребята, подтверждение. И вот появился, друзья, фидбэк, наконец-то, тех, кто попробовал поучаствовать в данном, скажем так, режиме, попробовал поиграть в Polygon, и в основном они говорят, что это очень-очень скучно и легко. То есть вы обычно играете командами 10 на 10 или 11 на 11, там плюс-минус, машины только 10-го левела, против команды ботов на знакомых нам картах рандома, то есть нету никаких дополнительных задач, никакого оформления, ничего нет пока. Все это только в таком вот тестовом варианте. Вот. И люди, которые поиграли, они задаются вопросом, а зачем это вообще надо? Потому что постоянно идут турбо-победы, боты тупые, и даже этиловые войны мира танков, в принципе, разваливают их на раз-два. То есть это говорит о том, что искусственный интеллект настроен, ну, видимо, очень-очень печально. В принципе, мы это с вами и так знали, достаточно зайти куда-нибудь там на самые низкие левела, где уже давно были боты, и попробовать поиграть против них. То есть они страшно тупят, и здесь, видимо, нечто подобное. Это, кстати, к слову о том, что многие считают, да, в игре у нас есть боты от разработчиков, которые компенсируют нижайшие просто онлайн. Друзья, ну вот когда появляются боты от разработчиков, они почему-то вот все сливаются в 99% случаев из 100, и ничего сделать не могут. То есть это нам говорит о том, что разработчики, может быть, бы и хотели бы ботов, да, как-то втихую добавить. Может быть, у них и было бы такое желание, но, к сожалению, у них нету возможности. Чисто физически они не могут сделать ботов, которые будут играть хорошо. Ну, либо, я не знаю, может быть, какие-то другие причины есть на то, что боты все тупорылые, и играть против них неинтересно. Вот, и, в принципе, говорят просто, что режим получился на данный момент неинтересный. Но тут, ребята, надо тоже понимать, что и не должно быть какого-то суперкрутого интеллекта искусственного у врагов в ПВЕ, потому что его не было и в других играх. Если вы думаете, что в Warface там какие-то суперкрутые боты, нет, это не так. Там гораздо более важную роль играет постановка общая, то есть какие-то игровые ситуации, которые и вызывают у людей интерес. То есть куда-то там дойти, что-то сделать, защитить там кого-то, сопроводить и так далее. То есть там постоянно какие-то новые задачи. И в танках, если сделать нормальный регламент, чтобы надо было не просто убить всех врагов, а чтобы что-то делать, то даже тупые боты будут восприниматься нормально, потому что, ну, все понимают, да, что, повторюсь, это просто как бы, по сути, код программы, да, и никто не требует от них какого-то суперскилла. Тут важнее режиссура, даже не постановка, а режиссура, скорее, вот этих миссий. Если нормально сделать, то как бы тупые, тупые, хрен бы с ним, особенно если еще и награды будут нормальные. Но, честно говоря, первый вот именно какой-то опыт, он меня немножко расстроил, потому что я ожидал, что разработчики сделают все-таки, ну, что-то поинтереснее, чем просто битва с ботами, которые такие же тупые, как и на первых левелах. Поэтому вот такие вот итоги не совсем утешительные старта режима Polygon. Посмотрим, что будет дальше, может быть, разработчики все-таки как-то попытаются это развить. В принципе, это все, что я хотел вам рассказать, не буду искусственно затягивать ролик, хотел просто поделиться вот самыми последними новостями и рассказать свое мнение о конструкторском бюро, а также посмотреть, чем все это закончилось. Вы в комментариях обязательно напишите, как вам конструкторское бюро, говорю, участвовали или нет, купили, если да, то жалеете или нет. Опять же, это может быть даже кому-то полезно, потому что, насколько я знаю, вот на этот момент танки еще в продаже есть, и их много. То есть желающие смогут еще приобрести. Так что ваш опыт, он может кого-то предостеречь, например, да, вот какой-то ненужной покупки, что, как мне кажется, тоже хорошо. На этом все, дорогие друзья. Всех обнял. Самое главное, будьте здоровы. Скоро увидимся. Берегите себя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok